Дмитрий, он у нас. Мы сейчас в Гданске. Сколько это уже в Польше? Восьмой месяц. Восьмой месяц. Меня что поразило, что Дмитрий сейчас в одной из крупных, из двух самых крупных, как он сказал, провайдер IT-услуг. Но изначально он работал у украинского, в украинском мобильном операторе. Был телекомщиком. Был телекомщиком и попал в IT-шную компанию. И как это получилось? То есть как можно, не имея, то есть ты не тестер, ты не девелопер, ты даже не пиарщик, да? И ты попал в IT-шную, крупную IT-шную компанию, которая тебя револцировала из Украины в Гданск, в Польшу. Как я сюда попал? Просто я работал в телеком-компании. Обычно в телекоме есть люди, которые работают, скажем так, в технических блоках. Это люди, ответственные за связь, за вышки, за коммутаторы, за всё-всё-всё. И есть небольшое количество в телеком-компаниях IT-шных департаментов, IT-шных специалистов, которые вроде бы IT-шники, но как IT-шники мы были слабоваты, потому что нам было необходимо знать очень-очень много телекомовских всяких штук. И мы были перегружены, я бы сказал, телекомовскими знаниями, которые за пределами этого мира телекомовского никому не нужны. И для того, чтобы переквалифицироваться так, чтобы попасть в классическую IT-шную компанию, нужно было сделать работу над собой. У тебя такой план был? Как это получилось, что ты решил этот прыжок сделать? Ну, я просто в определенный момент, будучи телекомщиком и получая зарплату в гривнах, я дошел до точки определенной, когда у меня до потолка зарплат, возможностей, до предела того, что у меня там и все праздники были на работе, и всё-всё-всё. И, в общем, ну, я просто зарабатывал, наверное, в своем отделе, скажем так, одну из самых больших зарплат, но хватало это ненамного. И я нашел возможность пройти обучение. И я подумал, что если я занимался тем, что я администрировал, скажем так, в биллинговой системе новые тарифы и услуги, и очень много времени уделял тому, чтобы их и тестировать самостоятельно фактически, то почему бы не попробовать стать тестером, но я нашел хорошие курсы по рекомендации, я их закончил, они мне очень понравились, и они были очень стоящие. И уже там, на этих курсах, когда в стоимость курсов был включен тренинг по трудоустройству, на нем уже я узнал, что если вы формально тестером не работали, то то, что у вас есть навыки, никого не интересует, и тестером вы работу вряд ли найдете. В принципе, так и случилось. Я, когда эти курсы закончил, я на них узнал, что такое Python, что такое X-Path, что такое Selenium. Ну, это все было очень интересно, и кроме того, был большой опыт тестирования новых тарифов, услуг, но, в принципе, я не проходил на проекты с тестированием, но просто в определенный момент, когда я, не знаю, в разные компании постучался, и когда я в разные двери штук 10-15 постучался, мне перезвонили и сказали, вы так настойчиво ломитесь в тестировании, а вы работаете в технической поддержке, да, а вы не хотите поработать в технической поддержке еще, вот у нас, вот надо делать это, вот, да, да, ну, хорошо, можно, да, да, но есть нюанс, надо ехать в Польшу, говорю, ну, окей, но надо ехать в самый дальний уголок Польши, надо ехать, вот, на Балтику, говорю, ну, ладно, хорошо, просто люди, которые в Киеве избалованы, айтишники, они избалованы низкими налогами, они, будучи флопами, они ехать не хотят. Не хотели? Многие не хотят, не хотели, до сих пор не хотят, говорят, а зачем, вот, но я решил ехать, потому что мне, в принципе, было все равно, где зомбировать на работе днями и ночами, просто я серьезно отнесся к возможности, что переехать можно с семьей, вот. Ну, для этого я, как я уже говорил, изучил несколько технологий, системно подошел к изучению английского языка, потому что, когда меня брали на работу, первое, что проверяли, это английский, и одно из первых интервью, это было специальное интервью, посвященное проверке знаний английского, а потом все остальное, вот. И, ну, мне пришлось там позаниматься с преподавателем, потому что говорить быстро я мог, но у меня был бардак в грамматике. Ну, не понял. Быстро, я говорю, быстро, но не понял. Быстро, но неправильно, понятно, но не всегда правильно, вот. Ну, мне просто нашлась девушка, которая поставила мне, скажем так, грамматику, вот. И, ну, еще перед тем, как ехать, я немножко уделил внимание тому, чтобы заняться польским, потому что я потом расскажу, зачем польский здесь нужен, и даже если ты работаешь айтишником, и тебе нужен для работы только английский, для жизни польский помогает, ну, как минимум, экономить больше денег. Притом неплохо. Да. Вот, и для того, чтобы изучить... В общем, хочу обратиться, возможно, даже к своим бывшим коллегам, ко всем, кто работает, например, вот в около айтишных кругах, там, в телекоме, там, еще где-то в подобных компаниях, в принципе, все реально, если вы захотите. Только нужно, ну, скажем так, не бойтесь технических интервью, учите английский, это важнее. Ходите на специальные курсы, пусть вам ставят грамматику, и пусть вам ставят скорость речи. Вот, это я в камеру говорю для бывших своих коллег, для всех телекомщиков и около айтишных миров. Такое приложение называется, оно Дуолинго, оно доступно в Андроиде, в Эпл тоже. При наличии элементарных знаний английского, отталкиваясь от них, можно изучать любой язык. Ну, я занимался с этим приложением по 15 минут в день польским. Польским. Вот, перед тем, как переехать, смотрел немного фильмов, вот. Ну, и, в принципе, когда приехал сюда, я не знаю, я не говорил с поляками до приезда в Польшу, но когда мне надо было срочно звонить по поводу жилья, я не знаю откуда, но у меня из подсознания выпрыгнули нужные слова, и я смог договориться с людьми, которые мне нашли нормальное жилье, и, в общем, это мне помогло там в течение первой недели моей жизни в Польше, потому что сейчас мы переходим уже к тому, как я приехал. Я приехал перед майскими праздниками, а поляки их тоже празднуют. Угу.